У меня в три часа съемка уже в Москве. Я прям на пару часов приехал в Ярославль, поэтому так сложились звезды. Он только появился в зале и сразу же утонул в объятиях публики. Роман Курцин в фото и автографах никому не отказывал и стал частью спортивного фестиваля «Я в команде здоровья». В моем детстве, можно сказать, спорт спас и вытащил из дурной компании. Я начал тренироваться. Если бы не было спорта, я бы, наверное, ничего не достиг. Актера-поклонники не отпускали до самого начала, как и Андрея Коваленко. Русский танк даже после завершения карьеры хоккеиста остается у многих любимым игроком. Моя прямая обязанность, скажем так, как профессионального спортсмена передавать ту любовь, передавать то желание заниматься здоровьем, личным примером показывать, что это намного лучше, например, чем курить, пить, употреблять наркотики. Участников перед стартом поделили на несколько команд, большинство из них – дети. Мы готовимся все к 7 апреля, да, это День здоровья, но именно такие мероприятия не на словах, а на деле говорят о том, что детей им надо с молодых ногтей приучать к спорту. Фестиваль прошел впервые. Идея появилась еще два года назад. Все начиналось с онлайн-проекта «Я независим». Его участники рассказывали об отказе от вредных привычек и пользе занятий спортом. Приходилось некоторым участникам, желающим поучаствовать в этом мероприятии, отказывать, потому что, ну, просто есть определенный объем, который возможно здесь разместить. Вот, но очень много детских домов, различных образовательных учреждений изъявили желание активно поучаствовать. Их ждали серьезные спортивные испытания, прямо как на сдаче нормативов ГТО, от стрельбы до прыжков в длину и многое другое. Теперь фестиваль хотят сделать ежегодным. Дмитрий Жданюк и Константин Дмитриев. День в событиях.